Сегодня мы посмотрим, что натворили художники за 77 дней в самоизоляции и заберем защитные маски у супергероев. Подадимся в диджея и потанцуем вживую на виртуальном музыкальном фестивале Любинский лайф. А также узнаем, какие цветы растут на омских полях и почему их нельзя срывать. Его девушки спрятали лица, но не потупили глаз. Ограничения из-за пандемии рано или поздно закончатся, а искусство останется жить. Если не вечно, то пока забор не перекрасят. Этот масочный режим на улице города – дело рук художника Ивана Предита. Его герои явно что-то хотят сказать, но что именно, каждый волен домысливать. Эти лица, уверяет автор, всего лишь зеркала реальности, где каждый может увидеть актуальное для себя отражение. Ну, был дед рыбак, который прошел, говорит, блин, пацаны красавчики. Потом там были сверстники, тоже подошли сначала посмеяться над душами, типа, что за Барак Обама, туда-сюда. А потом что-то стало не до смеха парням, все со всем согласились, все всплакнули, взгрустнули или спикнули, разошлись. Художник и принтмейкер Михаил Рубанков тоже на страже защиты органов дыхания. Фильтрация воздушных потоков нынче в цене. Даже статуя и та в противогазе. Он как символ изоляции, что этот человек – статуя в противогазе, но он все равно трубит даже через противогаз, что, типа, люди не сдаются. Сюжет для этой картины родился после просмотра фильма «Курьер» режиссера Карена Шахназарова. А вот детали внешнего вида навеяны реалиями самоизоляции. Тут такая ирония идет, что на фоне наших современных красивых бетонных домов человек, подозрительно похожий на «Курьера» из фильма, несет сумку с Яндекс.Едой. А вот состоит ирония в какой-то временной связи. Ну и у него на лице выражение легкой задумчивости. Он, наверное, думает, как ему тяжело работать. Именно эта картина Михаила прошла конкурсный отбор. Показать работы, выполненные художниками на самоизоляции, решили в музее имени Врубеля. Выставка с символичным названием «77 дней» – столько официально длился режим самоизоляции из-за пандемии – станет площадкой для самовыражения профессионалов и любителей. Она откроется в одном из залов генерал-губернаторского дворца. Отбор работ завершили на прошлой неделе. Увидеть картины пока можно только на фото, однако уже скоро их доставят в музей. Проект, который покажет, как мы пережили, что нужно все-таки ценить. Есть вещи, на которые мы никогда не обращаем внимания, пока не окажемся в критической ситуации. И, наконец-то, мы поймем и уже поняли, наверное, о том, что все-таки человеческое общение, элементарное человеческое общение с родными, с близкими, с друзьями – это самое важное в нашей, наверное, жизни. И то, чего мы были лишены, мы, наконец-то, это увидели в ярком свете. Художников не ограничивали рамками определенного стиля или жанра. Работа Алены Шапарь выполнена в необычной технике тай-дай – окрашивание ткани, натянутой на холст, на который нанесен рисунок. Очень даже просто родился образ этой картины. На ней изображен мой младший брат. И эта картина, она написана с его детской фотографией. По его лицу стекает краска, как символ того, что у него детские все какие-то яркие мысли, которые вкладывали ему родители и общество в голову. Они начинают смываться, и он начинает замечать, что мир совсем не такой простой. С людей точно так же с их лиц сходит краской беззаботности, когда они понимают, что в один момент по щелчку пальца весь мир может измениться, и никто от этого не застрахован. Все это – часть масштабного проекта «Пауза», в который также войдет еще одна экспозиция под названием «Без дистанции», где можно будет увидеть работы из фонда музея, живопись, графику, скульптуру. Пока ограничения из-за пандемии полностью не сняты, но выставочные залы музея готовятся во что бы то ни стало принять посетителей. В середине июля телеканал «Продвижение» будет транслировать открытие выставок в прямом эфире на YouTube-канале «Омск.Здесь». Уже три месяца, как в кино, подражая герою Джима Керри, люди не расстаются с маской. Масочный режим – необходимость. Ведь это понимают и обычные люди, и супергерои. Персонажи американских комиксов прилетели помочь победить невидимого врага. Представители омской «Ивент-сферы» провели на Любинском проспекте антисептический флешмоб, раздавая маски и обливая прохожих антисептиком. Не болейте, будьте здоровы. Там, где беда, там есть мы, супергерои. Сегодня вместе с нами, как вы обратили внимание, Дэдпул, капитан Америка. Это волшебные супергеройские маски. Я специально попросил нашего волшебного друга зарядить их специальными неонами, поэтому эта маска не пропускает никакие вирусы и поможет, я уверен, на мечам. Распространенным средством защиты от вирусов маска стала в первой четверти 20 века, во время пандемии испанского гриппа. Уже тогда без этого элемента одежды люди старались не выходить в свет. Однако мало кто знает, что впервые с помощью масок спасались не от испанки, а десятилетиям раньше от эпидемии чумы в Китае. Китайский ученый У Лянде, который получил образование в Кембридже, это был первый китаец, который получил образование в Кембридже, он в качестве доктора отправляется в Маньчжурию, где случилась чудовищная совершенно эпидемия чумы. И это был 1910 год, и он принимает решение обеспечить абсолютно всех средствами защиты, которые весьма и весьма напоминали современную маску. Эпидемия была остановлена в кратчайшие сроки, практически за 7 месяцев. Это была совершенно точно победа маски над инфекцией. С течением времени защитный аксессуар вошел в моду, как шляпа или зонтик. Например, в 2010 году мужские маски и балаклавы представил дизайнер Александр Макуин в своей коллекции. Сегодня маску можно приобрести в шаговой доступности в любой аптеке, супермаркете или сделать под заказ с авторским принтом. Например, омский дизайнер Алина Софпель сама придумывает схемы вышивки для своих масок и продает до 30 штук в неделю. Сейчас стало актуально заказывать авторские маски именно со своим личным персональным логотипом, логотипом компании или какой-нибудь данной фирмы. Ибо маски стали уже символом года 2020. Это просто как можно выйти в массы с этой маской, это будет нормально. А если она с таким еще офигенским принтом, то ты будешь как минимум заметный, и никто не скажет, что это странно. Сегодня каждое второе ателье в Омске занимается пошивом масок. Люди все чаще выбирают вместо медицинских авторские. При этом эксперты советуют гнаться не за красотой, а за практичностью. Выбирать маски из натуральных тканей. Они блокируют до 90% вирусов и при этом позволяют человеку нормально дышать. Съемка на съемке, но все это не просто так. Отмена массовых мероприятий не стала особой проблемой для организаторов фестивалей. Теперь каждый из нас может посетить долгожданный концерт, не отрываясь от экрана своего гаджета. И мы покажем, как выступают танцоры для зрителей по ту сторону камеры. Мы просто на самом деле любим с ребятами выбираться на улицу, потанцевать. Но сегодня выдалась замечательная возможность поучаствовать в проекте «Любинский лайф». Очень сложно сразу понять, как ты выглядишь со стороны. То есть если есть зритель, есть всегда какое-то одобрение, либо наоборот неодобрение. Танцы абсолютно для всех, нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по каким-то другим причинам. «Любинский лайф» теперь называют «Любинский лайф». Игра слов меняет смысл и отлично отражает реалии. Жизнь на экранах гаджетов уже надоела. Но пока это самый безопасный способ коммуникации. Съемочная группа старается максимально передать атмосферу настоящего, живого выступления. Но если танцевать не хочется, организаторы напоминают, что в проекте полно альтернативного досуга, лекции, мастер-класса о моде, красоте, здоровье и путешествиях. В охват мы перепрыгнули, даже в фестивале, на самом деле. Но отклик есть все-таки меньше, я бы сказал, меньше. Потому что когда фестиваль или мероприятие готовится, люди это обсуждают. Живых комментариев кое-где, да? То есть люди ставят лайк, там тот же самый, но комментариев мало. Потому что, ну, все-таки они не увидят это вживую, они не почувствуют вот эту атмосферу, о которой я говорил. К сожалению, в этом году посетить фестиваль вживую не удастся. Зато его можно посмотреть на ютуб-канале ТИЦ Омской области в свое свободное время, за чашкой чая дома или по пути на работу в маршрутке. Именно этим я сейчас и займусь. Насколько развито молодежное музыкальное движение в Омске? Какую музыку слушают в клубах? И тяжело ли управлять диджейским пультом? Расскажет нам Диджей Арт. Привет. Привет. Насколько я знаю, тебе 18 лет, и ты довольно молод. Как ты вообще начал этим заниматься, и как ты к этому пришел? Когда я перешел в шестой класс, родители сказали о том, что я перехожу в другую школу, и именно из-за этого началась моя активная жизнь. Меня назначили диджеем в школе, и проявился мой интерес ко всей этой музыкальной сфере. Я начал постепенно изучать, как сводятся треки, как пишутся треки, и целью моей была работа в каком-то заведении в качестве диджея. Были у нас ссоры с мамой по этому поводу. Она говорит, что будет стоять пылиться, что ты это? И потом приносил деньги. Мама поддерживает меня во всем, то есть за все мои начинания. Она всегда за мной. А ты сам этому всему научился, или у тебя был какой-то наставник, учитель? Нет, полностью сам, всякие видеоуроки, и где-то, можно даже сказать, интуитивно. У вас вообще есть какая-то своя компания, свое молодежное движение, где вы ходите, тусуетесь? На данный момент нет, но в ближайшее время я хочу начать заниматься организацией каких-то определенных тусовок, развивать город в плане отдыха. Ну, пока на данный момент я один, но ребята начинают проявлять интерес к этому, и мы начинаем договариваться обо всех мероприятиях, которые в будущем, возможно, проведем. Вообще требуется ли какое-то музыкальное образование для того, чтобы стать диджеем? Нет, ну, вообще нет. У меня никакого, да? У меня нет никакого образования. Просто музыкального образования особого нет. А почему вот наушники обычно одевают только, чтобы одно ухо было закрыто, а не два? Потому что тебе нужно слышать, что выводится здесь. Как правило, когда большой звук, ты какие-то маленькие детали можешь просто не услышать. Тебе нравится, как вообще развит Омск в плане молодежного музыкального движения? Вообще, в принципе, да, но есть определенные нюансы, что конкретно диджеи в нашем городе, они играют не то, что они хотят, а они играют то, что хотят люди. То есть люди в основном приходят конкретно в заведения, чтобы услышать ту или иную музыку, которая у нас сейчас стоит в топах. Вот. Мало заведений в городе Омске, которые играют что-то максимально необычное, тот же самый, ну, возьмем техно. И тоже маленькое количество людей проявляет интерес к этому ко всему. В основном это попса. То есть люди слушают попсу. Хочется в дальнейшем, чтобы люди приходили конкретно не в заведения послушать музыку, а конкретно к диджею. И что он играет, и как он играет. Сейчас у меня в основном плейлист сделан под ремиксы каких-то определенных треков, которые сейчас у нас в топе. Сейчас занимаюсь, в скором будущем буду радовать всех своими композициями. Ты когда-нибудь участвовал в каких-то музыкальных баттлах или хотел бы ты поучаствовать? Нет, в музыкальных баттлах я не участвовал. Меня это особо не привлекает. Почему? Потому что баттлы в диджее — это в основном скретч. Это, получается, винил. Ну и ты начинаешь скричить. Я не знаю, как правильно это объяснить. А, ну вот это вот. Да, вот это вот все, да. И мне это нравится слушать, но я не люблю это играть. Больше всего мне нравится играть «Хаос» и «Дип Хаос». Это треки, которые мне более по душе, что не нужно конкретно колбаситься и что-то какие-то все силы отдавать, а просто покачать, потанцевать и именно отдохнуть и телом, и душой. Расскажи вообще, как устроена твоя аппаратура, что там нужно крутить и вертеть, чтобы появился звук. Есть два входа на тюльпаны и вывод звука через аппаратуру. Все это подключается к ноутбуку и работает все на программе «Серата». Через наушники ты можешь прослушать трек, который тебе нужно вывести следующим, и постепенно ты выбираешь скорость, подстраиваешь по скоростью, по BPM. Вообще ничего сейчас не понимаю. Расскажи вот про сленг, которым вы пользуетесь, специальные вот эти всякие словечки. Ну, скорее всего, часто используемый это BPM. Это что такое? BPM – это скорость трека. Наверное, еще, допустим, браузер. Это, получается, кнопки, используемые для подборки треков. Всякие фильтры, то есть это эхо, это FLD. Я когда приобрел свой пульт, учился я, ну, у меня два точно. Научиться не тяжело. А вот это ты увеличиваешь скорость, правильно? Нет, это громкость. А скорость – это? Это питч, вот он здесь. То есть, вот, послушай. Это громче. Это скорость. Ой, быстрее. Да. А какую музыку вообще ты сам слушаешь? Слушаю все. От классики джаза. Джаз мне очень нравится. До, грубо говоря, Рамштайна. Как уместить свои хобби в багажнике автомобиля? О том, как пробудет свое свободное время, нам рассказал совладелец мастерской мужского костюма Роман Залесов. Вот уже почти 8 лет мы делаем мир красивее и немного этим зарабатываем деньги. Мы одеваем мужчин, а с некоторых пор еще и дам. Основная наша деятельность – это пошив классических костюмов и рубашек. Мы активно со своей дружеской компанией играем по вечерам в пляжный волейбол. Причем это, конечно, такой секретик, но когда действовали ограничительные меры, мы собирались, вставали все дружно в 5 утра для того, чтобы в 6 утра собраться на площадке и час, другой, третий поиграть в волейбол. Это вообще смешно звучит. Типа волейбол вне закона. Как-то само собой получилось, что багажник машины превратился из, собственно, багажника в хранилище спорта, инвентаря и еще и библиотеку. Вот наша общая сетка, здесь же мячики. Купили специально к сезону новый мяч, потому что старый превратился не в мяч, а в яйцо. Видите, он совсем не круглой формы. Кроме того, волейбол – это не единственное хобби в спортивном плане, которое сейчас у меня есть. Мне на Новый год подарили лонгборд, на котором меня научил мой приятель кататься недели три назад, и с тех пор я с ним практически не расстаюсь. То есть лонгборд, для тех, кто не знает, – это доска, на которой надо просто ехать. То есть на ней нельзя какие-то трюки исполнять. Этим он отличается от скейтборда, который короче, и на нем вот как раз всякие рампы, прыжки и все такое прочее. А эта штука предназначена, у нее так настроены колеса, чтобы она ехала максимально долго. Есть фильмы, которые я могу пересматривать бесконечно. Один из них – это «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никита Сергеевич Михалкова, 1974 года. Это фильм, в котором нет ни слова о любви, но который в конце просто слезу выжимает такую скупую мужскую. Там все прекрасно. И актерская работа, и режиссура, и саундтрек знаменитый Эдуарда Артемьева. Это однозначно хит на все времена. Ниточка за ниточкой, и рисунок оживает. Ручная вышивка Кристины Черняк больше напоминает полотна импрессионистов. Незаметно смешиваются разные цвета, образуются плавные переходы. Только создается такая картина не кистями и красками, а иголками и стежками – переплетениями ниток между проколами ткани. Кристина работает в стиле «современная» или, как еще говорят, «свободная вышивка», где нет четкой схемы. Именно такая техника позволяет передать игру света и тени. Здесь полностью строится работа на ощущениях. На ощущениях, на цвете. То есть, как вам нравится, как вы видите картинку в голове, то можно делать абсолютно свободно здесь. На самом деле, я не могу сказать, что я выбираю цвета перед работой. Да, я ориентируюсь немножечко на какие-то определенные оттеночки, но в основном я уже выбираю по ходу работы. То есть, иногда даже бывает, что я не знаю, как будет выглядеть в итоге моя работа. Разные по плотности и фактуре нитки придают изображению богатства и реалистичности. Впрочем, такой полет творчества требует знаний в колористике и понимания принципов композиции. В этом Кристине помогает образование художника, а вот направление стежков, по ее словам, подсказывает сама природа. Достаточно рассмотреть прожилки на листочках. Особенно эффектно подобные рисунки украшают натуральные ткани – лен или хлопок. Художественная вышивка на одежде, сумках, накладных кармашках или брошках. Ручная работа, пусть даже и в свободном стиле – кропотливое искусство, где важна каждая деталь. Здесь в основном это шерсть. Шерсть для вышивки. Здесь обязательно нужно следить за натяжкой ткани. При натяжении все вот это должно ровно-ровно быть. Это раз. Во-вторых, я очень люблю больше деревянные пяльцы. Они к тканям очень приятно ложатся, очень плотно держат ткань. Иголки, как правило, обычные для шитья, но самая моя любимая игла – это вот такая вот длинненькая. Для того, чтобы стежки получались длинные. Нежные цветы с хрупкими лепестками, сочная зелень трав, спелые овощи и фрукты, грациозные птицы, тепло и уют привычных бытовых предметов. Ручная вышивка в свободном стиле – это ярко запечатленная красота повседневности, которая может стать уникальным, единственным в своем экземпляре подарком. Несмотря на огромные просторы омских полей и многообразие цветов, растущих на них, местные ботаники говорят не рвать цветы, а флористы заказывают полевые ромашки-васильки из теплиц других городов. Почему же этим полевым цветам место действительно на природе, а не в стеклянной вазе? С самой ранней весны и до поздней осени в Омской области расцветает свыше 250 тысяч видов диких растений. Это и ландыши, и ромашки, и даже ароматная полынь с ее лиловыми соцветиями. Но увидеть все это разноцветное многообразие в омских салонах флористики, увы, не получится. В Омской области мы не сможем в полях собрать цветы. Эти цветы будут недолго остающие. Заказываем мы их в теплицах России. Выращивать специальные стойки сорта, которые могут стоять до двух недель. А цветы, которые срезаны в лесу, они стоят, соответственно, меньше. День, два, три и осыхаются. Все из-за особенности строения. Цветы из салона более стойкие. Селекционеры годами выводили сорта, которые дольше сохраняют свежесть в срезанном виде. В то время как полевые растения таких качеств лишены. Мне очень больно и обидно, когда люди дикорастущие растения срывают в букеты. Дело в том, что букеты, например, я считаю черствостью человека. Если понравилось растение, сфотографируй его или унеси в своем сердце. Многие растения после того, как их сорвали, цветки сорвали, они уже не восстанавливаются. И человек просто их выбрасывает. Причем, срывая полевые цветы, можно навредить не только окружающей среде, но и своему здоровью. Сок лютика ядовит. Знахари на Руси прижигали им раны и бородавки. Но стоит ему попасть на здоровую кожу, останется ожог. А отвар из этого растения вызывает галлюцинации. Чтобы не навредить себе и природе, в 21 веке можно воспользоваться мобильным приложением. И с помощью фотографии идентифицировать любое растение. Фотографируем растение. Указываем, что это цветок. И ждем несколько секунд. Это у нас Иван-чай узколистный. Также приложение дает описание растения, его историю и где оно произрастает. Такой красотой лучше любоваться на расстоянии. Или заплатить за ее стойкость в цветочном магазине. Провести пятничный вечер в компании «Бунтарки» можно на телеканале «Продвижение». Фильм расскажет историю молодой спортсменки, которая решила променять золотую медаль чемпионата на хулиганство и тусовки. Что значит пить чай с сахаром в приглядку? Можно ли отапливать дом при помощи самовара? И какие дрова нужно использовать, чтобы вода вскипела как можно скорее? Все секреты машины для кипячения воды раскроет Ольга Долгих в авторском проекте «Обратный отсчет». Воскресенье, 12 июля, 20.00. Самое время, чтобы отправиться в будущее и пережить инопланетное вторжение. Кресло командующего международным флотом Земли займет британский актер Эйса Баттерфилд, сыгравший главную роль в фильме «Игра Эндера». Понедельник на телеканале «Продвижение» покажут первые серии сериала «Под прикрытием». Захватывающая история агенте ФСБ, пытающегося под видом уголовника внедриться в преступный бизнес. Удастся ли? Узнаем в 20.00. Почему шоколад вызывает привыкание? Где протекают реки глазури? И откуда берется белый налет на конфетах? Все это можно узнать во вторник в 19.30 в программе Светланы Еловнаровой «Это работает». Редактор субтитров А.Семкин